так вот у нас значит у нас значит вот такой вот вот такой вот проемчик вот такой проемчик и у нас здесь будет четыре дверки четыре дверки у нас будет нам надо промерить уровень пола чтобы чтобы направляющая была ровно по горизонту вот такой вот у нас будет такой вот у нас будет проект 4 дверки 4 дверки делаем вот такой вот эскиз и сейчас мы сюда нанесем размер у нас будет 4 дверки в этом нашем проеме и мы смотрим здесь у нас 60 здесь 70 здесь 70 здесь 68 и здесь 68 так вот тут у нас значит какой-то надо будет устранить что-то у нас подлинного не помните почему тут на 10 миллиметров ну это пол сам такой вот везде ровно на десяточку это очень это очень плохо тут 60 а тут десятка 10 миллиметров ну это нам вообще не нравится вообще не нравится 3380 проем 3380 это у нас от одного края до второго края 3380 полная ширина проема потолок натяжной в этом в этом варианте у нас но мы когда будем крепить рельсу я вам покажу на видео как это все делается и сейчас мы здесь замерим высоту от чистого пола до потолка нам надо замерить высоту на 2 2600 а здесь 2610 вот мы промерили высоту справа и слева проема и саму величину проема и вот уклон пола на 10 миллиметров здесь 0 а сюда он идет на 10 и смотрим по уровню наши наши боковины так тут у нас по уровню и вот здесь и вот здесь вот мы тоже смотрим стену завалена стена или нет нам интересно потому что нас интересует вертикаль вертикаль ага ну здесь более-менее более-менее стены в норме стены в норме так внутрянку нам не надо нам нужно только зеркало вот это будет зеркало зеркало 1380 так и тут панель еще как и будет у нас глухая панель она будет закрывать закрывать маленький кармашек маленький кармашек она у нас где-то на на 300 на 300 мы ее мы ее тоже запишем на 300 высота у нее высота у нее 2 390 2 390 2 390 2 390 2 390 которые мы сделали для начала для закупа нам этого достаточно чтобы не морочить себе и людям так это у нас так ну что все я ретируюсь в принципе я все померил для этого для дальнейшего нашего и и мы